Библейский портал экзегет.ру представляет Первое послание к Тимофею. Библейский портал экзегет. В Новом Завете есть два послания к Тимофею. Их автор представляет с апостолом Павлом. Возникали сомнения в том, действительно ли написал их Павел. Почему возникали сомнения? Потому что они мало похожи на послание отдельным общинам. Ну, в этом ничего удивительного нет, потому что Павел мог написать эти послания позднее. Общинам он пишет в основном в 50-е, в ранние 60-е годы. И кроме того, все-таки, знаете, по-разному мы беседуем с другом. И вот сейчас я говорю на камеру. По-разному. И тематика разная, и стиль бывает разный. И вот Тимофей – это ближайший спутник Павла. А в книге «Деяний» мы о нем читаем. И он смешанного происхождения. Отец его грек, мать еврейка. И Павел сам совершает обряд обрезаний над ним. Книга «Деяний» это описывает. Вот, между прочим, тоже совершенно нестандартное действие. Потому что Павел всюду криком кричит. Обрезание ничто, не обрезание ничто, не надо обрезание делать. А Тимофей обрезывает для того, чтобы, видимо, христиане из Иудеев, которые сомневались на этот счет, все же приняли его как своего. И Тимофей остается таким представителем Павла, его наместником, если можно использовать это слово, в некоторых общинах. Вот, в частности, в Эфесе, в первом послании к Тимофею упомянута такая его роль. Эфес – большой город в Малой Азии. И, соответственно, это послание, собственно говоря, инструкция церковному руководителю, инструкция. Сегодня они называются епископами, епископу, но это слово есть и в Новом Завете. Хотя, конечно, такой структуры, которая возникла потом, ну, наверное, в посланиях мы еще не видим. Но видим уже иерархичность. Мы видим, что есть у общины свое руководство, есть у общины какие-то лидеры. И Павел, собственно говоря, описывает, кто должен быть таким лидером, как он должен себя вести. Павел, апостол Иисуса Христа, по велению Бога Спасителя нашего и Христа Иисуса Надежды нашей, Тимофею, своему истинному сыну по вере, благодать, милость и мир тебе от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Сын по вере. Да, вот духовное отцовство у Павла не раз встречается в посланиях. Он говорит с человеком, которого он привел к вере, называет его сыном. Но, естественно, что обычай усыновления был и в древности. В Риме он был очень распространен, кстати, когда даже совершенно взрослого человека можно было сделать своим сыном. Императоры так часто делали с теми, кого хотели поставить наследниками, да, если это не были их родные сыновья. Вот, но здесь, конечно, сын по вере, то есть тот, кто принял именно веру от Павла и кто, как отец сыну, должен подражать ему в этом. «Отправляясь в Македонию, римская провинция, я просил тебя остаться в Эфиесе, чтобы ты потребовал от некоторых людей не распространять иного учения и не заниматься сказаниями и бесконечными родословиями. Все это ведет лишь к спорам, а не к тому, что предназначено Богом для нашей веры». То есть Тимофея стал в Эфиесе с конкретным заданием – остановить какое-то лжеучение, сказания и родословия. Что это может быть? Ну, в древнем обществе очень важны были родословия, кто от кого происходит, кто кому подчиняется. Возможно, эти родословия переносились как бы в духовный мир, то есть начинали рассуждать о том, кто там кого породил, кто там старше, младше. Вот в последующем, в очень близком будущем гностические учения будут как раз на подобной небесной иерархии обращать огромное внимание. Он говорит, это все лишь споры, нашей вере это не нужно. Цель такого требования – любовь от чистого сердца, доброй совести и непритворной веры. Любовь искренняя, связанная с чистой совестью и настоящей верой. Вот, собственно, суть христианства, да? А не споры о том, кто старше, кто младше и как там оно все устроено на небе. Но есть те, кто от этого отвернулся и обратился к пустословию. Они стремятся учить закону, а сами не понимают, что говорят и о чем так уверенно рассуждают. Учить закону, видимо, ветхозаветному, который некоторые люди считали необходимым соблюдать, ну и, соответственно, со всякими подробностями, как это делать. Мы знаем, что закон благ, если пользоваться им законно. Сознавая, что закон дан не для праведника, но для беззаконных и непокорных, нечестивых и грешных, кто чужд благочестию и святыни, губит мать и отца, совершает убийство, предается блуду и ложится с мужчинами, торгует людьми и лжет, нарушает клятву и совершает иное, что противно здравому учению, славному Евангелию блаженного Бога, которое вверено мне. Ну, понятно, что плохо губить родителей, убивать, блудить и прочие вещи. Торгует людьми, кстати, между прочим, вполне законная практика в Римской империи – работорговля. Но Павел здесь ее фактически осуждает, хотя не призывает к отмене рабства, но тогда это было абсолютно немыслимо. Но что же значит закон дан не для праведника, но для беззаконных? Ну, вот у меня, например, есть дома два кота, которые очень любят залезать куда угодно, в хлебницу оттуда хлеб вытащить и сожрать, в помойку. Приходится для них делать всякие такие приспособления, запирать эту самую хлебницу. До этого у меня был кот, который никогда этого не делал. Вот для него не была нужна эта система запоров и ограничений. Он умел сам себя так вести. А там, где начинается вот эта череда грехов, там необходима ему какая-то преграда. То есть Павел говорит, нет, закон – это хорошая вещь, но закон – это не ценность сама по себе. Закон – это ограда, вот чтобы люди не залезали куда не надо, а если залезли, то чтобы понимали, что они нарушили какие-то запреты. Собственно, в этом смысл закона. А абсолютизировать закон, говорить, что вот закон – это все, как, собственно, у иудейских оппонентов Павла это звучит, вот это уже явная такая подмена ценностей. «Благодарение тому, кто дал мне силу, Христу Иисусу, Господу нашему. Он счел меня верным и определил на служение, хотя прежде я его хулил, гнал и оскорблял. Я, поступавший так по неведению и неверию, был помилован. Все пределы превзошла благодать Господа нашего с верой и любовью, той, что во Христе Иисусе». То есть, смотрите, вроде бы нет никакой связи. Павел в книге «Деяния» мы об этом читали. Был сначала ревностным гонителем христианства, фарисеем, причем таким одним из самых-самых глубоких и пламенных фарисеев, но потом стал христианином, и все изменилось. Причем же здесь закон? Да вот связь прямая. Он вполне хорошо исполнял закон, но этот закон, он счел чем-то вторичным по сравнению с вот этой самой благодатью, с этим призванием. «Достоверная эта весть должна быть принята всеми. Христос пришел в мир спасти грешников, и я первый из них. Для того и был я помилован, чтобы на мне первым Христос Иисус проявил свое великое долготерпение, на этом примере показывая, все, кто доверится Ему, ожидают вечную жизнь». Он рассказывает о себе не просто, какой я молодец, он дает пример того, что это не законом было дано, это было дано благодатью, то есть благим, не принужденным, не каким-то вот описанным в некоторых правилах даром. «Вековечному царю, нетленному, невидимому, единому, мудрому Богу, чести, слава, во веки веков. Аминь». Вот чего я теперь требую от себя, сын мой Тимофей. Смотрите, от Тимофея он требует, потому что общины он призывает, убеждает, но Тимофей его сын по вере, поэтому от сыновей можно требовать. Вот чего я требую от себя, сын мой Тимофей. «Как и гласят давние пророчества о тебе, сражайся, как умелый воин, с их помощью». Какие пророчества, мы не знаем. Скорее всего, какие-то в раннем возрасте Тимофея были даны о нем пророчества, и об этом они все знают. «У тебя есть вера и добрая совесть, а ведь есть и такие, кто их отверг, так что вера их потерпела крушение. Из их числа Гименея Александр, и я предал их сатане, чтобы они отучились от богохульства». А кто такие Гименея Александр, мы толком не знаем. Вероятно, во втором послании к Тимофею тот же Гименею помянут. А Александр, вообще-то распространенное имя, есть некий противник Александр в книге «Деяний». И тоже во втором послании к Тимофею, что означает «предал их сатане». Сатана – противник Бога. Ну, возможно, изгнал из общины, возможно, прекратил с ними всякое общение. Но при этом, смотрите, чтобы они отучились от богохульства, предполагается, что это все-таки наказание с целью исправить. Это не какое-то окончательное уничтожение, пусть духовное уничтожение этих людей. Ну, и вот в этом послании Павел гораздо более конкретен и резок, чем в, скажем, послании к фессалоникийцам втором, где тоже описываются некоторые церковные проблемы, но он не называет их конкретно, этих людей, и лишь убеждает и уговаривает, и говорит, как надо поступить. Потому что это уже частная переписка, здесь уже все надо называть более конкретно и подробно. А во второй главе он продолжит эту тему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok